Клавдия Яланская меняет место стоянки. Теперь отправляться в путь. Судно будет с закрытой территорией рыбного порта. Однако это не означает, что мурманчане и гости города больше не увидят белоснежный теплоход, успевший стать легендой. За свои 40 лет Яланская пробороздила почти весь мир. Сейчас теплоход единственный способ добраться до Островного. К слову, у постоянных пассажиров накопились претензии. Подробнее расскажет Дарья Монастырева. По новому расписанию Клавдия Яланская отходит в 7 часов вечера с 14-го причала. Однако уже задерживается на полчаса. Пассажиры к такому положению дел привыкли. Вместе с людьми судно перевозит продукты, автомобили, строительные материалы. Погрузка требует дополнительного времени. В этот раз опоздание Яланской многих выручило. В кассах об изменении места отправления предупредить забыли. И изначально пассажиры пришли к морвокзалу. Оно было бы удобно, если бы предупредили. Меня вообще не. Я приехал на морвокзал, вот хорошо посторонние люди меня подвезли. Никакой информации билет покупала не было. Звонила сегодня. Узнать об отходе тоже никто не сказал, что теплоход уходит отсюда. Не, покупали билеты, говорят, звоните. Почему я должна сдать, где находится 14-й причал, когда у нас есть морвокзал, правильно? Люди с детьми. Еще такой вопрос. Люди приезжают, и приходится им с детьми, с колясками, с вещами, идти до теплохода и все это на себе тащить. А там площадь хорошая. Вы там не были? Вы посмотрите. И сюда без пропуска здесь тоже идти далеко. Здесь тоже порядком идти. Такси сюда не пропускают, машины. Машины, наверное, будут пропускать, я точно не знаю, не буду говорить. Машины, может, и пропускают, надо пропуск оформлять. А там постоянно очередя. В Мурманском морском пароходстве, которому принадлежит судно, отвечают. Пассажиры могут подниматься на борт из пирса дальних линий на морвокзале. В день отправления Яландская бывает и там. Но прийти придется раньше. Насколько, не уточняют. Теперь, когда есть возможность пользоваться услугами пирса дальних линий для посадки пассажиров, мы осуществляем посадку пассажиров и высадку на пирсе дальних линий, а на территории Рыбного порта проводим погрузку и выгрузку груза, который отправляется в Островной или возвращается в порт Мурманск из Островного. Клавдия Яландская курсирует вдоль побережья Кольского полуострова, связывая с большой землей труднодоступные населенные пункты. Для жителей Островного это единственный способ добраться домой. Светлана Александровна даже писала письмо Путину. По ее словам, проблема не только в том, что людям приходится искать причал и делать пропуск в Рыбный порт, но и в состоянии теплохода. Теплоход не ремонтируется. Теплоходу 40 лет. Работают на двух двигателях. Они требуют капитального ремонта. С 2005 года теплоход не ремонтируется. Так вот чуть-чуть. Мы выходим в море. Нам всем страшно. Все боятся, скажут. Я не боюсь. Опасения северян понятны. Труженица Яландская перевозит до 12 тысяч пассажиров в год. Однако их спешат успокоить. Клавдия еще не один год прослужит обществу. Ремонт осуществляется каждый год. Ближайший в сентябре. Сейчас Клавдия Яландская у нас в достойном состоянии. Постоянно ведется поиск запчастей, которые необходимы. Постоянно идет техническое обслуживание. На этом мы не останавливаемся и не собираемся забывать о теплоходе. Он нам дорог. Это для нас символ мурманского пароходства, символ города. Видимо, главная проблема между пассажирами и организаторами перевозок – плохая информированность. Дарья Монстырева, Юлия Савина, Михаил Дьяков, Арктик ТВ.